И сегодня утром на совместном заседании Палат Парламента, участие в котором приняли члены Конституционного Совета, судьи Верховного Суда, первый президент Республики Казахстан Ельбаса, члены правительства, присягу народу Казахстана принес новый президент страны Касым Жумар Тукаев. О том, как это было, расскажет Назымгуль Кумыспаева. Сегодня все казахстанцы стали свидетелями исторического события. 20 марта 2019 года Касым Жумар Тукаев принес присягу народу Казахстана и стал президентом страны. Накануне Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий. Сегодняшняя церемония проходила в Мажелисе на совместном заседании Палат Парламента. Сюда же внесли флаг Казахстана и Конституцию. Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан. Затем Касым Жумар Тукаев выступил перед депутатами парламента и членами правительства, отметив, что благодаря инициативам и стараниям Нурсултана Назарбаева страна стала влиятельной на мировой арене. Все проводимые масштабные реформы – несомненная заслуга Ельбасе. Но Султан Абишевич Назарбаев уже вошел в мировую историю как выдающийся реформатор. Он сумел трансформировать Казахстан в современное передовое государство, вошедшее в группу 50 наиболее конкурентоспособных развитых стран мира. Его экономические и политические реформы стали символом мудрой государственной политики. Поэтому зарубежные эксперты называют реформы Ельбасе как казахстанский путь или казахстанская модель. Реформы Ельбасе вывели Казахстан на траекторию устойчивого развития. Республика Казахстан по всем экономическим показателям стала лидером Центрально-Азиатского региона, которая заняла передовые позиции в постсоветском пространстве. Президент Тукаев предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева и назвать столицу его именем и воздвигнуть монумент в честь первого президента. А также предложил назвать главные улицы всех городов именем лидера нации. И сегодня же Нурсултану Назарбаеву присвоили звание Халыка Харманы. В соответствии с конституционным законом о первом президенте РК Ельбасы и законом о государственных наградах Нурсултан Назарбаев был награжден и знаком особого отличия Алтын-Жилдес за его исторический вклад в строительство независимого Казахстана, выдающийся труд в экономическом, социальном и гуманитарном развитии в сплочении казахстанского общества. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев остается председателем Совета Безопасности, председателем партии Нуратан и членом Конституционного Совета. На Замгулькум Испаева, Алибек Алиев, Ержан Канапиаула, Хабар.